Когда ты завел карту Блэк от Т-Банка, у тебя стал такой неприлично большой кэшбэк, что скрыть его невозможно. Стыдно, когда не видно. Карта Блэк от Т-Банка с повышенным кэшбэком в 10% в популярных категориях. Москва. Как хочется заработать денег. Многие люди, кто отправляется в Москву, едут сюда на заработки, для того, чтобы сделать себе светлое будущее. Есть такая замечательная поговорка, хороша ложка к обеду. И вот в этом выпуске я хочу затронуть максимально актуальную информацию, которая касается не только Москвы, а всей нашей страны и в частности городов-миллионников. День воскресный, день чудесный на дворе. Сегодня будет интересно, сегодня будет увлекательно, сегодня будет актуально, но сегодня местами будет недешево. Ребята, обо всем по порядку прямо сейчас. Вы все прекрасно знаете, как выросли цены на недвижимость. Вы все прекрасно знаете, что ставка по ипотеке перешагнула отметку в 20, а если уж быть точным, 22-23%. Ну посмотрите, вот эти вот высотные дома, просто смотришь в небо, а шею начинает заклинивать. И все это стоит бешеных денег. Что делать тем, у кого нет своего жилья? Ну вот куда пойти людям, как им жить, как им выживать? Ну первое, что приходит, это аренда жилья. А аренда жилья, естественно, тоже выросла, ведь наш брат знает. Ага, не можешь купить квартиру, ты пойдешь снимать в аренду. Значит, цену нужно приподнять, спрос-то вырос. И вот как в этой ситуации люди находят возможность жить для себя подешевле, так еще и на этом зарабатывать. Вот давайте обо всем этом сегодня поговорим в деталях, на живых примерах. Многие люди хотят что? Иметь тот самый пассивный доход. Лежишь вот так вот дома, а тебе каждый месяц капает денежка. За что? Как правило, в нашей стране пассивным доходом считается аренда. Аренда недвижимости, будь то коммерческое помещение, будь то та же самая жилая квартира. Но что делать тем, кто покупал квартиру в подобных жилых комплексах, как инвестиция, как возможность сохранить деньги? Времена идут, времена меняются. На каком-то этапе ты получаешь ключи от своей квартиры, но она у тебя вся в бетоне. А денег сделать ремонт в ней уже нету. За последние годы у многих людей произошли изменения в финансовом положении. Кто-то стал зарабатывать больше, кто-то стал зарабатывать меньше. И вот в подобных жилых комплексах огромное количество людей, кто получает ключи от квартиры, при этом жить они в ней не собираются, острой нужды в продаже этой квартиры нету, но при этом капает ипотека, каждый месяц нужно платить. И что-то с квартирой можно да сделать. И вот в этой ситуации нарисовывается, скажем так, Максим, герой этого выпуска, который приходит к людям, ну как минимум мы сегодня вам покажем один живой вариант, и делает им предложение, на котором, так скажем, win to win, оба победителя. Так ли это? Можно ли на этом заработать? Вот давайте послушаем его, посмотрим, что он нам сегодня покажет и расскажет, ну а вы, собственно, сделаете выводы. Ребята, давайте так, в этом ролике будет несколько рекламных интеграций, но при этом все то, что я вам рассказываю, прошу вас воспринимать как ознакомительный материал. Никто вам ничего не продает, никто вас никуда не приглашает, не призывает. Что делать, как делать? Все это на вашей голове и на ваших плечах. Макс сегодня лишь поделится своим опытом. Давайте с ним и познакомимся. Герой выпуска, Максим, тебе огромное спасибо, что пригласил, потому что информация действительно интересная, и самое главное, люди очень часто удивляются, говорят, где ты находишь героев выпуска, что они тебя пускают, рассказывают, показывают. Вот, ребята, люди пишут сами, ну интересно поделиться. Смотри, Макс, ты сам по себе из Московской области, город Орехово-Зуево. Проживал ты там до 2016 года, потом ты перебираешься в Москву, устраиваешься наемным сотрудником в одну из компаний. Чем эта компания занималась? В каком роде деятельности ты зарабатываешь основные деньги? Компания занималась производством и поставками гидроизоляционных материалов на строительство мостов, тоннелей, дорог. РЖД, Росавтодор и Метрополитар Московский. Ты там работаешь как наемный сотрудник, правильно? Я там работал как наемный сотрудник до 2018 года. Потом часть руководства отсоединилась, открыла свою фирму. Я перешел вместе с ними как наемный сотрудник и работал у них до 2020 года. В 2020 году я открыл уже свою собственную фирму и работал у них как дистрибьютор. То есть, как бы понял, как устроен рынок и, соответственно, сделал условно свою, но по отработанной схеме. Абсолютно прозрачная история, полным-полно таких людей, которые устраиваются в кофейню, головой увидел, как работает бизнес, копируют, ставят, поехали, поехали дальше. Можешь просто людям объяснить, вот в 2018-2020 год, работая наемным сотрудником в Москве, в такой компании, сколько плюс-минус можно зарабатывать? Ну просто какую-то вилку. Плохой месяц, хороший месяц. Слушайте, стабильно 55 тысяч рублей. Что-то это как-то кисленько звучит, Макс. Очень, очень кисло. Это очень кисло. Очень кисло. Интерес был самый главный как раз в моменте продаж. Продажи были не прямые, а с отсрочкой, так скажем. То есть мы работали в основной массе с проектировщиками и поставки, которые планировались, они планировались на будущие года. То есть я сегодня общаюсь с человеком, мы сегодня приходим к решению, что будут применены мои технические решения. И года через два, через три только этот проект может войти в стройку, и только тогда у меня эти товары купят, и только тогда я смогу заработать. Отложенная получается прибыль, но она довольно серьезная. Ну вот ты можешь объяснить хотя бы вот эту серьезную прибыль, когда год-два прошел и купили, сколько, вот бонус твой как продавца? Я бонус, бонус продавца он не такой большой, он 1200 может быть. Сейчас мы находимся в жилом комплексе Сити-Бэй. Это бизнес-класс, так называемый, от МР Групп. Он находится прямо возле МКАДа. Сейчас вы слышите, да, на фоне стройка идет активный, некоторые корпуса сданы. Вот давай-ка перейдем сразу к делу. В этом жилом комплексе ты находишь квартиру в бетоне. Она не в бетоне, она была в исполнении White Box. На момент, когда я искал эту квартиру, у меня был опыт как раз съема квартиры в ЗИЛе, где я сделал ее своими руками, да, там мне обошел, и платил потом меньшие деньги. А вот здесь, внимание, вот сейчас слушаем, откуда вообще пошел этот опыт. В 16-м году Макс переезжает в Москву, начинает снимать квартиру в аренду в силу того, что своего жилья нету. Мама с папой денег на покупку квартиры не дают, сам не заработал. В 19-м году в районе ЗИЛа, ЗИЛАРТ, мы там были, снимали, строятся активные новостройки. И в одной из новостроек он находит вот такую квартиру в бетоне. Все готовое, можно снимать. На тот момент он заключил договор на 5 лет. Первый год он ее снимает в месяц по 7 тысяч рублей. Не шокируйтесь. На сегодняшний день квартиру в бетоне по Москве также можно найти в аренду за 20-25 тысяч рублей. И каждый год индексация растет. То есть последний месяц, с 5-го года, он снимал ее за 36 тысяч рублей, если мне не изменяет память. Но при этом он вкладывает сразу 350 тысяч рублей своих денег и делает в ней вот такой ремонт. Делал он все сам. То есть он покупал материалы для ремонта, никого он не нанимал, за исключением, говорит, вроде бы только электрики. Все остальное сделал сам, руки прямые. Таким образом сэкономил и начинает жить в красивой, уютной квартире за меньшие деньги. Когда он с нее съезжал, в силу того, что все, договор подошел к концу, собственники были рады, что наконец-то договор подошел к концу. Так как он платил еще раз 36 тысяч рублей, а в этом районе квартиры уже сдавались по 100 тысяч рублей. То есть он уезжает и они тут же эту квартиру сдают дальше за сотку. Так и ему надо съезжать. Но имея такой опыт, он думает, почему бы его не применить сегодня. Вот где живет Максим сегодня и что он сделал конкретно в этом жилом комплексе, куда мы приехали в первую очередь. Давайте смотреть. Ну я подумал, а почему бы мне не сделать то же самое и ее не пересдавать дороже. Смотрите, я нашел объявление на ЦИАН это и сразу же, да, я позвонил собственникам и не скрывая информацию, что я хочу взять у вас квартиру в аренду, сделать ремонт за свой счет и потом ее пересдавать. Пересдавать я ее буду только на длительный срок, никаких посуточников не будет, все закрепляем в договоре. Это ты по телефону с ним разговариваешь? Да, сразу, ну чтобы время не интересно. Ну ты общался непосредственно с собственником, правильно? Он сам выставлял объявление, то есть это не агентство, ничего. Вот он когда от тебя вот это по телефону слышал, он тебе что вообще отвечал? Типа да, интересно ли? Все сразу говорят, надо подумать и кому интересно реально это, они возвращаются потом с обратной связью и мы встречаемся, уже обсуждаем детали. Я делаю замеры квартиры, смотрю, что там к чему. В силу того, что мы здесь находимся, их твое предложение заинтересовало, они согласились. Вот здесь детская площадка, вот люди гуляют с собаками, вон говнище валяется, собачье. Но с другой стороны, вот так вот, конечно, смотришь, но симпатично, ничего не скажешь. То есть, когда ты приезжаешь после вторички в такие дворы, ну вроде бы с одной стороны прикольно, но когда я вижу некоторые окна, типа, знаешь, окно в окно, думаешь, ну как вот это вот жить вообще? У меня открываешь балкон, там зелень, все классно, а здесь, блин, отдельная история. Но при этом тоже в каждом ЖК есть своя история, так, например, сейчас мы когда наберем по домофону, вот эта дверь открывается сама, тебе не нужно ничего, тянуть никакую ручку. Ходишь такое, смотри, money ships, money hop, ту-ту-ру-пи-поп. С левой стороны тут же нас встречает колясочная зона, за моей спиной здесь лапа-мойка для собак. Ну и дальше мы проходим следующее, рецепшн, такой приятный запах, знаете, ощущение как в отеле. Консьерж, которого все хвалят, говорят, управляющие компании, да, меняются или кто? Охранное предприятие. Охранное предприятие у них здесь меняется, но все жильцы прямо за консьержа всеми руками, чтобы он точно остался, всем он понравился. Ну и дальше, знаете, такое ощущение, как будто бы мы приехали, да, ну в отель. А как по-другому сказать, смотри, все чисто, аккуратно. Ну, конечно, прикольно, ничего не скажешь. Сколько здесь квартиры стоят сегодня, я вам, конечно же, сделаю отдельную зарисовку по этому поводу. Но в силу того, что ЖК строится, мы видим, что ты заходишь в такое небольшое гетто, в силу того, что лифт как бы защищен, но при этом вот так вот. И такое будет продолжаться, я думаю, в ближайшие года 2-3. Как ты этот вообще ЖК-то нашел? Просто случайно или что? Почему он? Я смотрел на ЦАН объявление, смотрел, чтобы был вайтбокс, потому что это минимальное вложение и денег, и трудозатраты ниже. Мы с вами заходим в гости, ребята, 57 квадратных метров. Изначально, когда Максим сюда приходит, я вам вывожу некоторые кадры, это вайтбокс. Что такое вайтбокс? Белые стены подготовленные, торчат провода и больше нет ничего. Дальше все, что вы видите, что он сделал, он вложил 850 тысяч рублей. В эти деньги входит, ну вот, например, зеркало повесить. Давайте пройдемся с вами. Квартира получается условно двухкомнатная, плюс гостиная, совмещенная с кухней. Ну, первое, это санузел, унитаз, плюс раковина тоже ставят он, раз. В квартире проживает кот, соответственно, по договору разрешено, чтобы было животное. Сам по себе ремонт, чтобы вы понимали, максимально бюджетный. То есть, чего-то здесь прям, вау, дорогого нету, поэтому то, что вам понравится, там, по кадру, например, там, ванна, стол, вы должны понимать, все это стоит очень дешево, где-то местами поклеены обои, они тоже недорогие. То есть, все это сделано бюджетно для того, чтобы создать условия для возможности проживать. Люди приходят, пожалуйста, тебе спальная зона, здесь отдыхают родители, сушилочка для вещей. Отходим чуть-чуть назад, поворачиваемся направо, здесь у нас вторая комната, две кровати для детей. Вот такие виды, смотрите, открываются из окна. То есть, с одной стороны прикольно, с другой стороны, а что может быть прикольным, когда вот у тебя детская комната, у тебя перед тобой три башни стоит, и вечером, когда включается свет, вам всем нужно зашториваться, чтобы комната становилась еще меньше. Ну, то есть, как-то, знаете, на мой взгляд, это не прикольно. Тем более, у тебя стройки, стройки идут, везде высотки, их полно. Самое удивительное, что во всех этих жилых комплексах, бизнес-классах, высокие цены, спускаешься на парковку, как я вам рассказывал, везде Porsche, BMW, Mercedes, Bentley и прочее, 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 полным-полно. И люди это все дело скупают, а более того, вот, берут в аренду за немаленькие деньги, ребята, за немаленькие деньги. Вы вдумайтесь, дядька платит за аренду, сейчас узнаем, сколько, плюс двое детей, надо всех содержать, ну и так далее. Естественно, тут некоторые издержки, например, здесь уже кот подрал обои, вроде бы не страшно, в силу того, что обои дешевые, то есть, это потом легко будет отремонтировать. Ну и таким образом кинут ламинат, сделана кухня, вот здесь история такая, да, вон Максончик сидит вечером, кушает, я присаживаюсь, жена, там, дети, ну, вот такое пространство. Все, друзья, вот все, что вы увидели, 850 тысяч рублей ты вложил, и дальше, скажем так, нужно считать прибыль. И вот, когда речь заходит про арендное жилье, переезд, я вам много чего уже показал на канале, условия, в которых живут люди, всегда встает один вопрос, где мы будем спать? Ребята, ну, конечно же, матрас у вас должен быть от компании BlueSleep. Я объясню почему. Прямо сейчас я вам ввожу на экран скрин с их сайта, с ценами, вы посмотрите, цены на любой кошелек. Так более того, используя промокод MASHKOVSON, вы получаете дополнительную скидку. Вы можете собрать для себя целое комбо, за исключением промокод не действует на акции с готовыми комплектами. Крутейшая фишка от компании, матрасы приезжают в вакууме вот в такой коробке. Все это комфорт для вас. Вы без проблем в одиночку сможете разобраться с этим матрасом. Все те, кто занимаются ремонтами под ключ, флиппингами, отделками квартир, обставляют дизайном, интерьером, пользуйтесь на здоровье. Шикарнейшие матрасы и многое-многое другое. По ссылочке в описании залетайте к ребятам на сайт, посмотрите весь ассортимент продукции. Не забывайте, что в Москве и других городах есть шоу-румы, куда вы можете приехать и воочию, вживую потрогать продукцию. Сформировать заказ и доставочка привезет все к вам на адрес. Пользуйтесь на здоровье. Блю Слип. А мы продолжаем. Обращение. Я не какая-то поганая свинья. Я если кепку сниму, волосы прижаты, будет некрасиво, будете возмущаться. Макс, давай по существу. Значит смотри, 850 тысяч рублей ты вкладываешь в своих денег раз. Эти деньги ты заработал, поедут скопленные, правильно были? Там есть часть займа, часть то, что было скопленное. Ага. У тебя с человеком прописана аренда. Сколько ты ему платишь аренду, вот собственнику этой квартиры? Значит условия предлагал всегда всем одинаковые. Это 4 месяца каникул на время ремонта. В каникулы я оплачиваю только коммунальные платежи и по счетчикам. Здесь ЖК бизнес-класс, поэтому коммуналка на вот эту квартиру 57 квадратов выходит в районе от 7 до 12 тысяч рублей, потому что постоянно управляющая компания какие-то странные счета выдает. С 5 месяца начиная с 40 тысяч рублей, плюс я у этого же собственника взял в аренду машину-место, это 10 тысяч рублей в месяц. То есть получается итогой я отдаю в месяц за квартиру и машину-место 50 тысяч рублей. И плюс еще коммуналку? Нет. Теперь коммуналка на нем? Все. Плюс счетчики. 50 тысяч рублей плюс счетчики. Счетчики сколько примерно? А мне какая разница? А, люди платят. Люди же, конечно, платят. Все, 50 тысяч рублей мы фиксируем с вами, и это каждый месяц ты должен отдать. Хорошо, ты сдаешь эту квартиру по какой цене? Сдаю я сейчас месяц с машинным местом за 120. Ага, то есть, соответственно, 120 тысяч минус 50, ловкая математика, у нас получается 70 тысяч рублей условно чистый доход. Да, но я еще хочу добавить справедливость ради, что с собственниками мы договорились, что на 8 месяце, вот с этими конкретно, на 8 месяце у меня на 10 тысяч рублей оплата увеличится. Смотри, 850 тысяч рублей ты вложил, мы делим на 60 тысяч рублей, соответственно, 14 месяцев это как минимум. Не так. А как? А вот смотри, во-первых, квартиру я сделал за 2 месяца, у меня 2 месяца повышенная сверхприбыль, я их получаю сразу, сразу получаю, то есть по 108 тысяч я получил, по 100, 216 тысяч я получил сразу. Потом за последний месяц арендатор мне тоже заплатили, то есть еще 120 я получаю сверху еще сразу. То есть это то, что я реализовал, а вот остаток как раз посчитай на... Ну смотри, таким образом выходит так, что отобьешь ты вложенные деньги в ремонт, ну, примерно за 10 месяцев. Да, это начал сдавать с конца июля, о, июня. Июнь, июль, август, сентябрь, вот 4 месяца. Да. То есть тебе еще 6 месяцев и потом ты выходишь на чистую прибыль. Да. Таким образом, ребята, смотрите, 4 года и 2 месяца, это у нас получается сколько, 48, 50 месяцев, мы умножаем на сколько, на 60 тысяч. 60 смело. Это смело. 60 тысяч. 3 миллиона рублей, как пассивный доход за вот эти вот 50 месяцев. Да, да. Это без учета индексации, потому что каждый месяц теоретически аренда будет расти. Да. Может быть где-то она и просядет, опять же вопрос, просядет ли, когда там где-то что-то цены падают. Я сомневаюсь, что она просядет из-за того, что сейчас поднялись ставки по ипотеке, из-за того, что требует сейчас 50% первоначальный взнос, люди начнут снимать, арендовать жилье. То есть этот рынок, именно аренды долгосрочные, он будет расти 100%. Он и так рос, даже тогда, когда были ипотеки по 8%, да, сейчас это 100% будет кратный рост. В следующем году минимум за 150 я ее буду сдавать, это прям самый минимум. А с этими людьми, которые у тебя сейчас снимают, ты подписал договор на год? Да, договор у нас на год, на 11 месяцев, и я имею право по договору поднимать как раз раз в год. Если честно, я наводил справки, сколько сейчас, за сколько бы сегодня я уже ее сдал бы. За сколько? И за 140 тысяч максимально, за 130 ушла бы. Давайте с вами сделаем зарисовочку про актуальные цены. Ну вот, мы заходим на доски объявлений. Вот такой вот мощный микрорайон, жилой комплекс, бизнес-классы. Ну посмотрите, что у нас есть. Все то, что с зелеными пометками, это строится. Это сдача в следующем году, в поза в следующем. Вот это то, что я вам обвожу, это как раз плюс-минус там, где мы с вами сегодня и были. Двухкомнатные квартиры, они именно двухкомнатные, ровно такие, которые мы видели сегодня. Это цена примерно 14,5 миллионов рублей, если покупать. Если уже построено, это 25-30 миллионов. В общем, ребята, здесь я акцент особо делать не буду. Кому интересно, вы сами сможете зайти. Но сам смысл, что вот трешка, например, 31 миллион рублей. Есть трешки дешевле. Все это дело нужно смотреть. Есть трешки также дороже. Вон, 66 метров, 47 миллионов рублей. Нас интересует сейчас, почем квартиру здесь можно снять. Вот давайте посмотрим. А здесь я вам скажу, такая же неразбериха, как и во всем. Ну, например, в одном из корпусов однокомнатную квартиру 27 квадратов сдают за 68 тысяч рублей. Здесь же чуть больше 75. Здесь же еще побольше 48 метров за однокомнатную квартиру. 110 тысяч рублей. Трешка 136 тысяч рублей. 58 квадратов. Это, кстати, к слову, площадь такая же, как у Максима, где мы только что были. Еще две комнаты. 47 метров 110 тысяч. Одна комната 48 метров 115 тысяч. Ну и самое интересное. Давайте еще. Однокомнатная квартира 95 тысяч. Вот она. За 70 тысяч рублей. Открываем это объявление. Мы видим, квартира сдается в том виде, в котором ее передал застройщик. А это, говоря простыми словами, точно такой же white box. Вот за такое состояние владелец хочет, в первую очередь, 70 тысяч рублей ежемесячно. Но торг уместен. Возможно, с ним можно будет договориться. И делают в объявлении акцент, что квартиры в этом жилом комплексе с ремонтами сдаются в два раза дороже. То есть, та самая история, когда можно прийти, поторговаться, договориться. Но за сколько бы вы сняли квартиру с учетом, что вы бы еще делали бы в ней ремонт и потом бы вы жили. Но что интересно. Обратите внимание. Вот я хожу так по этой квартире и думаю, блин, где-то я уже словно в ней был. Да это же типовой проект от ПИК. Помните, мы ездили в ПИК, снимали несколько квартир двухкомнатных. Все то же самое. За исключением, здесь панорамные окна, там окна обычные. И то, что у них разделен туалет, что с другой стороны вход. А так вот просто сам смысл. Прихожая, кухня такая же небольшая и также отдельные две комнаты. Может быть они чуть больше по площади, вот эти конкретно. Но смысл, да, больше. Там было порядка 50, чем-то, когда здесь 57. Но прикол в том, что, блин, вот тебе и бизнес-класс. А по факту заходишь, ну что это за пространство, вот так вот посмотреть. Я даже боюсь сейчас заходить и делать зарисовку по ценам. Посмотреть, сколько стоит готовая вот подобная квартира. Потому что это просто прикол, блин. Ну что это такое, смотри, ну реально. Ну просто это мало, блин, пространства. Действительно. Хочется ее больше. Потому что это не просто кухня. Если бы это была бы типа кухня, окей, она большая. Но это кухня-гостиная. Поэтому, ну, на мой взгляд, маловато. Хочется побольше. Что скажете вы? А что будет, если ты сделаешь ремонт, пройдет полгода-год, и он придет, скажет, а все, все, не надо, уезжайте, я хочу жить здесь сам, или квартиру я и вовсе продаю. Как быть в этой ситуации? Давайте послушаем, что по этому поводу ответит Максим. Можно я все-таки вставлю 5 копеек своих? Момент в чем? 850 тысяч, то, что я озвучил, это прямые расходы. То, что я собственными руками здесь делал, работал, эту работу я сейчас не оцениваю. Да? То есть это мои трудозатраты, которые должны быть оплачены. Поэтому было предложение собственнику выкупить наш договор, пятилетний, за полтора миллиона рублей. Ребята не нашли деньги на это, но предложение было. Типа ты вложился в ремонт, они тебе платят полтора миллиона. Мы разрываем договор, у них остается квартира в полном ремонте с жильцами, которые платят уже деньги. А ты уходишь, получив чистыми условно 650 тысяч, но опять же, сколько ты оценишь свой труд, который ты вложил? На самом деле, то, что я предложил, вот эти полтора, мне нужно было срочно взять сумму. Если объективно оценивать, то 2 миллиона это вполне нормальная цена была, потому что собственникам на этапе выдачи ключей разные строительные бригады озвучивали стоимость ремонта в районе 3,5-3 миллионов. То есть, по идее, легко можно было мне и логично было бы заплатить мне 2 миллиона, получить готовую квартиру с жильцами, которые тебе приносят, отдают деньги. Нежели заморачиваться вот так вот. Но у них денег нет. Но да, вот ребята не смогли найти деньги. Хорошо, здесь вопрос возникает в другом. Ты сделал, вот тебе прошло 4 месяца. Что мешает собственникам, условно, прийти к тебе завтра и сказать, Макс, тут такое дело, короче, мы квартиру, и начинается, мы квартиру продаем, теперь в этой квартире будет жить наш сын, квартиру мы сдавать больше не будем, и все что угодно, простыми словами, пинок тебе под жопу, договор разрываем, вот тебе 100 тысяч, до свидания. Хорошо. У нас по условиям договора как раз прописывается, что в случае отчуждения квартиры, то есть это когда банк может забрать, ну, ребят, может, не понимают, банк может забрать, да, ипотечную квартиру, и как бы мне его, как Дмитрий говорит, пинок под жопу дать. В случае отчуждения квартиры, попытки ее продажи, разрыва договора по любым условиям, и собственник обязан мне возместить сумму, исходя из затрат на ремонт, затраты на ремонт определяются четко в договоре, это с этой квартирой 25 тысяч рублей квадратный метр, сейчас я понимаю, что я продешевел очень сильно тогда, на тот момент, надо было все-таки ставить, на данную секунду стоимость договора должна, стоимость разрыва, это где-то 35 тысяч рублей квадратный метр должен быть. Должен быть, но у тебя стоит 25 тысяч, то есть 25 тысяч это 1 миллион 425 тысяч рублей, то есть условно, если разрыв, то он тебе миллион 425, и вопрос закрыт. Хорошо, что будет, если он скажет, Макс, квартиру мы забираем, условно, начинаем здесь жить, но денег пока что вернуть тебе вот эти полтора миллиона нет, мы вернем, но попозже. В любом деле есть риск, вот ты выходишь из подъезда, у тебя есть риск, что тебе кирпич на голову пойдет. Как сегодня, да, прикиньте, подъезжаем сюда, прям перед машиной, какая-то собака со стройки кинула камень, и, знаешь, может он отлетел, он прямо вот так вот упал кирпич, вот на этих стройках. Я испугался так, что я прямо такой, аааа! Это первое. Второе, не надо бояться судов, я изначально к таким вещам подхожу, что мне говорят, ну мы не сможем тебе отдать деньги, ну окей, вы не сможете, я просто сразу подаю в суд, получаю решение суда, что мне должны деньги, арестовывать счета, и будем уже разговаривать так. Ну, никакого тут человеческого подхода именно в таких вещах быть не может, потому что я вложил сюда деньги, свое личное время, и просто так кому-то его дарить, это не мои родственники, друзья и так далее. Ребята, на всякий случай вам сюда также накину информацию для размышления. Вы же любите, как бы, вот эти истории, когда все реалистично, без сказок, без вот этих розовых очков. В данном ключе Макс подаст условно в суд, ну, опять же, как суд рассчитает, а если суд посчитает то, что не миллион 425, а 450 тысяч? Он так не сможет рассчитать, потому что у нас четко в договоре прописана стоимость, и под этим порасписывает собственник. Ну, если у них потом скажут, у нас собственника придет юрист, который скажет, слушайте, да, но нет, мы вот не согласны, ремонт это был тогда, сегодня уже год прошел, цена стала другой, он уже изношен, и начнут приводить какие-то доводы таким образом. Это, понимаешь, ты пришел в суд, там апелляция, ну, не апелляция, вот там второе мнение, потом пересмотр дело, и вот ты ходишь, тратишь. А это не так, что суд прошел в понедельник, вторник, среда, в пятницу ты с решением, и в субботу ты с деньгами. Это вытягивается в месяца. Ребят, смотрите, в таком случае, если человек начнет себя вести как негодяй, в таком случае у нас по договору предусмотрено, что все, что я могу отсюда по заключению договора вынести, не откручивая, это все принадлежит мне. Ну, хорошо, а? Я прихожу сюда с полиции, забираю всю мебель полностью, снимаю ламинат, потому что она не откручивается, ну, живите. Вот видите, вот это просто очень важный момент, это уже когда, да, прям крайние меры происходят, потому что по факту, тебе этот ламинат, он тебе нафиг не нужен, кухня тебе тоже не нужна. Ну, если человек поступает так негодяй, да. Поэтому, ребята, не думайте о том, что все сладко-гладко, люди, которые, собственник этой квартиры, ты с ним вообще эти моменты поднимал, говорил, типа, вы точно не сделаете никаких. Конечно, у нас краеугольным камнем как раз стоял вопрос по праве субаренды, потому что при сдаче, в аренду у меня требуют документы или право на собственность, да, или, ну, человек заезжает, у него же тоже такие мысли, я сейчас тебе деньги заплачу, да, завтра придут другие люди и скажут, что это вообще-то моя квартира, иди ты отсюда нафиг. Да, да. Поэтому мне нужно подтверждение. И вот этим подтверждением является, а, доверенность, да, на право представлять собственника, да, в каких-то там вещах, б, это как раз договор, в котором прописано право субаренды. Короче, стрёмная тема, так вот немножко, но с другой стороны, если как бы человек порядочный и он не сделает ничего стороннего, то следующие 50 месяцев, как вот только ты отобьешь свои деньги, ты будешь, так сказать, получать вот этими чистыми 60, потом 65, 70, ну и так далее, уже как, за сколько сдашь, верно? Да, подход может быть разный, на самом деле, здесь момент, ты же общаешься с людьми, ты сможешь справки навести, у нас сейчас в свободном доступе очень много информации. Вообще информация может добавить. Поэтому говорить о том, что ты возьмешь в лошадь и тебя тут точно кинут, да, сейчас начнут тебя терроризировать, ну это такое, скорее притянуто за уши риск, который, ну не надо его раздувать. Слушай, сколько вообще вот здесь машиноместа стоит, не смотрел? Не интересно вообще. Дура. А, ну я могу тебе сказать, что здесь, в этом же ЖК, я запустил новый бизнес, дал, точнее, идею для нового бизнеса некоторым ребятам. Вот эта машиноместа, пока я делал ремонт, она же простаивала, я дал его по суточную аренду, давал я ее по 1300 сутки, она мне приносила где-то в районе 20-ки в месяц, вот этот вот кусок бетона. Ну вот, вы видите, за вашей спиной 1300. А длительный срок аренда такого машиноместа где-то 10-12 тысяч стоит. Слушай, а следить за по суточным, чтобы по суточному приносило денег, это в идеале надо, чтобы оно каждый день сдавалось, а как это сказать? Ребят, мы в бизнес-классе, у нас есть консьерж, это первое, ну а второе, вешается замок, здесь человек подъезжает, снимает, ключи как в по суточную аренду сдают? Висит бокс, достаешь из бокса ключи, открывает вот этот фиксатор, ставит машину, уезжает, точно то же самое. Короче, все это легко налаживается, позвонил по телефону, алло, да, вот место нужно, без проблем оплачивать, тебе оплатили, деньги пришли. Вот ключ, код, ты взял, пожалуйста, поставил, на сутки твое. Да. Ну а что ты тогда стал его сдавать на долгий срок? Это люди, которые заехали, никто не машина есть? Ребят, мы быстрее квартиру снимут с машиноместа. Ну у них есть машина просто, да? Да, да. Ребят, да. Сначала снимают пятиэтажку, потом они начинают снимать бизнес-классы, постепенно, 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 что-то где-то покупают и живут, все. Короче, до хрена здесь народу из деревьев, вот это вам надо зафиксировать, да. Есть из Белгорода ребята точно, я знаю, есть ребята с Воронежа, ну тут полный комплект, вот москвичей на самом деле коренных не так много. Вот, вот, вот. В итоге ты уходишь в отдельное направление, открываешь свое ООО и работаешь как дистрибьютор. Вот в данном ключе, вот просто людям интересно же послушать, знаешь, плюс-минус, сколько можно зарабатывать на сегодняшний день, на момент 24-го года? Ну в год можно зарабатывать 6, от 6 и выше. Миллионов рублей. Да, это при том, что ты работаешь, ну, процентов 30 от рабочего дня, вот, с усилия... Короче, с 9 до часу дня поработал, а потом дальше свободное время, но при этом ты называешь... Может, не каждый день. Да, от 6, это уже за вычетом, вот, налогов и так далее, или это как бы просто такая вот сумма, а потом уже еще отнимать начинаешь? А, 6 миллионов, это до вычета налогов, но если у тебя СНДСка фирма работает, там налог 43,5 процентов. Короче, 3 мульта мы делим на 12, правильно? Почему 12? Ну, 12 месяцев в году. А, ну да. Ну, вот и, пожалуйста, вам считать. А, ты правил месячную. Да, да. Вопрос денег, доходов, решений, это всегда все очень спорно. Точно так же и друзья Максима крутили у виска, когда он им сказал, да вот, сейчас возьму чужую квартиру в аренду, сделаю в ней ремонт за свой счет, буду сдавать и получать пассивный доход. Особо в это не верили, но вот проект первый реализован. Касательно его работы, да, он отмечает, что, в принципе, работает 4-5 часов в день, а дальше занимается другими делами, ну, вот, одно из направлений, которое он выбирает. Сейчас мы с вами будем перемещаться в жилой комплекс Prime Park, это жилой комплекс премиум класса, где проживает Максим. Точно так же взял квартиру в аренду в уайтбоксе, сделал в ней ремонт и он там живет. Сейчас немножко познакомимся с ней. Что мне нравится? Мне нравится, когда люди спорят, когда после какого-нибудь выпуска говорят, все, дизлайк, отписка. Я зашел посмотреть статистику и выясняется, что я по-хорошему уже давным-давно должен быть миллионник. Ну, вот, посмотрите, почти 70% из вас, я кто там, не знаю, там, отписались, смотрят без подписки. Ребята, я человек неконфликтный, гордыни у меня нету. Если я кого-то из вас чем-то обидел, извиняюсь, вернуть подписку немедленно. Подпишитесь на канал прямо сейчас. И еще, как просто рекомендательный совет, некоторые не могут разобраться с ремонтом. Вот слушают людей, там, за 4 месяца взял, сделал за 2 месяца ремонт, я делал ремонт тоже за 2 месяца. А как, а что, у кого-то он на год растягивается. Если вы четко знаете, что вы хотите, но вам нужна крутая бригада по ремонту, обращайтесь. У меня такая бригада есть, я вам прям напрямую контакты дам, сами обо всем договоритесь. И точно так же, если хотите купить, продать квартиру в Московской области, я вам рассказывал, есть все контакты. Вот телефон мой на экране. Кому надо, кому не надо, не обращайтесь, ни в коем случае не пишите, не звоните. Короче, поехали в Прайм Парк, посмотрим, что там. Но там, ребята, будет весело, поверьте. Короче, смотрите, как интересно тоже сделано. Все про безопасность. Ты подходишь, у тебя есть ключ, который у тебя зашит, как для жильца, на возможность. Ты можешь попасть на свой этаж, ты можешь попасть в лобби, по-русски говоря, первый этаж, и ты можешь попасть на подземный паркинг. Все. На второй, третий, пятый, десятый, сотый этаж ты попасть не можешь, потому что нехрена тебе там делать. Ты себе купил там на 18 этаже, вот туда и ходи. Ну смотри, ребят, я тебе говорю, мы такое ощущение, как будто сегодня мы приехали в Дубай. Вот когда любят люди роскошь, вот так вот она выглядит, смотри, золотой лифт, чистенький, везде так все приятно сделано. Ну, блин, прикольно, конечно. Но не прикольно осознавать те цены, которые здесь есть. Но сегодня нам Макс, как минимум, расскажет, сколько он экономит денег на аренде квартиры. Давайте кратенько и по существу сразу вам объясню, что такое жилой комплекс Прайм Парк премиум класса. Ну, во-первых, находится он буквально в пяти километрах от Кремля. Вот такие высотные здания, высота которых 40, а то и 50 этажей. Ну, а ценник давайте вместе с вами прямо сейчас и посмотрим. Открываем и поехало. Есть, конечно, цены, которые на фоне всего этого кажутся 28 миллионов, но за 28 миллионов ты купишь себе однушку маленькую. Ну, вот за 39 миллионов двухкомнатная квартира, 56 квадратов, но без отделки. То есть чисто white box, понятное дело, нужно будет еще вкладывать деньги сюда. Короче, сам по себе этот ЖК нафарширован, и самое главное, они его нафаршировали сервисом. Здесь очень много изысков предложено для жителей. Так, например, ты подъезжаешь к дому напротив, останавливаешься, заходишь в подъезд, оно же лобби, кладешь ключи в 128 место и отправляешься к себе домой. 128 место это номер твоего паркинга, к примеру. И у тебя там специальный человек бежит, паркует твою машину, если нужно, тебе ее помоют, если нужно, к тебе придут, заберут у тебя вещи, отнесут их к химчистку. Короче, ты живешь вроде бы как в жилом комплексе, но по факту это сервис 5-звездочного или даже, если хотите, 6-звездочного отеля. Ну, давайте пройдемся по территории, вообще посмотрим, что он из себя представляет. Ощущение первое, которое у меня идет в голове, как будто бы мы приехали куда-то в роскошный отель, да? Да. То есть это не жилье, это прям роскошный отель, там из серии 5-звезд. Там дальше еще строится двор, там расширение, там будет бассейн отдельно. Летний бассейн плавать можно будет? Летний бассейн будет плавать можно. В следующем году уже все это сделают. Сейчас пока территория, часть только огорожена, вот она благоустроена, можно погулять. Вот пока маленькая, там большая будет спортивная площадка, ну посмотрите. Слушай, а что вообще есть при ЖК? Там, я не знаю, ресторан? Мы сейчас вот открыли в этом году как раз ресторан с этой стороны, но они, управляющая компания, тут политика таким образом построена, что, я так понимаю, что должны быть только свои там открываться, но не в плане жильцов, а какие-то вот свои, в своем формате, что это должно быть. Ну правильно, да, чтобы это было что-то нормальное. Тут будет бассейн, тут будет свой фитнес-клуб, ну во всяком случае об этом и заявляют, я думаю, что они выполняют сообщение, потому что выполняли всегда. А полежать можно здесь на траве? Пожалуйста. Лежал кто-нибудь вообще у вас, подросток? Йогой занимаются. Мы сейчас выезжаем на дорогу, 10 минут мы в самом центре Москвы, мы возле Красной площади, то есть мы расположены прям очень-очень удачно, то есть мы прям чуть-чуть пересегаем садовое кольцо и все, и мы находимся там, там это в центре. Квартиры здесь, как я вам уже сделал зарисовку, стоят бешеных денег, аренда здесь, а вот она, зарисовочка по аренде. Ну первое, самые такие доступные цены, 120 тысяч рублей, за эти деньги здесь вы получите себе однокомнатную квартиру 45 метров, но уже с ремонтом. Хаотично смотрим, 4-комнатная квартира 140 квадратных метров, 790 тысяч рублей, такая же 4-комнатная, но 120, 680 тысяч рублей. Двушечка, ребята, двушка 75 метров, 360 тысяч рублей. Если открывать фотографии и вам показывать, ну действительно, хорошие качественные ремонты, видно, что это, ну по крайней мере по фото, делалось под себя. Далее, 48 квадратов, 230 тысяч, и вот здесь я вам нахожу изюминку для этого выпуска, смотрите, 120 тысяч рублей за 82 квадратных метра. Звучит очень привлекательно, а все по одной простой причине. Это квартира white box. То есть, та самая история. Берешь, делаешь за свой счетик здесь ремонт, и потом еще приплачиваешь. Удивительно и интересно, что никто ее нахрен не снимает, потому что, видите, такой значочек идет. На понижение человек пошел изначально, он хотел ее выставить, ну точнее не хотел, а выставил ее за 150 тысяч рублей, хрена. Дальше 130, 120, и таким образом он идет на понижение, но это опять же, это ловкий ход со стороны собственника, потому что все его прекрасно должны понимать. Мы с вами условно хотим снять подешевле, а он хочет сдать как собственник подороже. Ну и вот, собственно, пытается нащупать ту самую вилку, когда условно будет 90 тысяч рублей, и начнутся реальные звонки, что о, давай, мы готовы. Тут ты, Макс, ты как здесь оказался вообще? Я сам не знаю. На каком основании, скажем так, простой работяга с фирмой, которая по 4 часа в день работает, заходишь сюда, ты взял в аренду квартиру. Да. Whitebox. Да. Вот ты приходишь в собственнику, опять ту же самую историю, говоришь, давайте договор заключим на 5 лет. Да, но здесь я точно так же заключаю договор на 5 лет, ремонт за мой счет полностью, у меня пониженная ставка по аренде, нет права субаренды. То есть я должен буду жить там самостоятельно, я беру ее для себя. Слушай, ну это классно, вот это какая площадь, что мы сейчас увидим? 113 квадратов. 113 квадратов? Да. Офигел, блин, ай, не понял, что происходит? Подожди, 113 квадратов, детей у тебя нет? Пока нет. Пока нет. Очень хотелось бы. Ну и, как вот, ну скажем, там, живешь ты с девушкой? Да. Вот, на двоих 113 квадратов, ну что-то мне как-то жирно кажется, нет? Ну, задел, там как раз 2 комнаты, большая кухня-гостиная. Как бы в силу того, что здесь рядом дорога, вот прям единственный такой мощный, да, минус, это то, что фон очень отчетливо слышно. Вот мы прям стоим, да, и вот здесь, блин, Ленинградка рядом, и прям вот этот вот постоянный шум от машин, он есть. Вот это единственное, что прям напрягает. С другой стороны, расстояние между домами, вот окно в окно, ну не знаю, сейчас, конечно, вживую посмотрим в окошко. Ну-ка, давай, покажи, блин. Ну, четко, блин. Ну, там тоже бэхи, видишь, это было трогано. Бэхи, да, всякие сайбексы такие, коляски, охеревшие. Детальнее рассказывать про жилой комплекс и что в нем есть, и уж тем более снимать, показывать я не буду, потому что тема ролика у нас сегодня, во-первых, другая, ну и во-вторых, никто здесь видеосъемку не любит, там, естественно, делали замечания, а вдруг кто попадет, а люди здесь непростые. Ну, как вы видите, кроме сотрудников, рабочего персонала и нас, на кадрах никого нету, поэтому поехали уже к Максиму в гости. Короче, вот ходишь, люди аж прям подрываются, дверь тебе открыть и так далее. Это прям роскошное жилье, я бы сказал так, что это действительно жилье для жизни. Не вот эти конурки маленькие, еще что-то, это прям вот квартира. Таким образом, ты здесь проживаешь уже практически год, в декабре будет год. Снимаешь ты ее за этот год по какой цене, вот цифру какую мы называем? Этот год, ну, до 100 тысяч рублей. А следующий год будет? Следующий год у меня будет в районе 170 тысяч рублей. До 170. До 170 тысяч? Да. И ты еще сделал ремонт, вот финально, когда ты все закончишь, вот под себя, то есть смотрите, ремонт тоже сделан простой, то есть серии эконом, как вот в предыдущей квартире, для того, чтобы можно было полноценно жить. Сколько у тебя уходит денег на все это дело? На самом деле сейчас ремонт еще не окончен, он еще делается, и я вообще планирую полностью здесь уложиться где-то в районе трех, при условии, что я самостоятельно буду. 3 миллиона рублей. То есть здесь не будет эконом, как бюджетный вариант, то есть я поставлю здесь хорошие двери, я здесь поставлю, хорошее напольное покрытие будет заменено, да, там потолки будут поинтереснее, там тканевые какие-нибудь, необычные там натяжные, для себя будут делать. Ну смотри, 3 миллиона ты отдаешь, плюс ты будешь сейчас следующий год по 170 тысяч давать, потом еще будет выше аренда, для чего, вот на хрена тебе это надо, это же чужое. Я вот когда в эту квартиру зашел, вот эти высокие потолки, вот это огромное количество света, я отсюда выходить не хочу, я здесь тружусь с удовольствием, у меня нет дней, когда ты просыпаешься, тучки набежали, что-то делать ничего не хочется, как-то вот давят. Здесь всегда энергии достаточно много, вот именно из-за объема света, из-за объема воздуха, ну просто по кайфу здесь жить. Невозможно вот вообще в принципе налюбоваться сервисом, который здесь в управляющей компании предоставляет, поэтому вот за это все в принципе я готов платить. Поэтому, ну вопрос еще знаете какой, что надо понимать, я в принципе начал заниматься вот этими квартирами как раз для того, чтобы бесплатно жить в хорошем жиле, условно. То есть у меня нет задачи там на этом зарабатывать вот на той квартире, в прямом смысле этого слова. У меня есть задача компенсировать расходы на жилье, в котором я хочу жить. Не, ну а как вот смотри, компенсация, вот у нас люди всегда вот за цифрами следят, вот это тоже очень важный момент. Там у тебя квартира приносит 60 тысяч, здесь ты уже платишь сотку, декабрь уже вот он на носу. Смотри, я считаю, условно я за 40 тысяч рублей снимаю эту квартиру. Пока что? Пока что. А в следующем месяце будет условно за 110. В следующем месяце будет дороже, ну допустим 150 условных, да, возьмем каких-нибудь, если аренда стоит, ну значит за сотку я буду снимать. Но ты пойми, что за сотку ты можешь снять в комфорт-плюсе сейчас. Ну да. А что будет в следующем году, а что будет через три года, понимаешь, а я останусь здесь. И аренда у меня не будет повышаться. А договор у тебя на пять лет? У нас договор на пять лет, и у нас есть ограничение по стоимости, за которое я ее буду снимать. И какое оно? Я не могу это сумму. На основании договора? Да. У нас есть положение конфиденциальности. Прикиньте, да, просто приходишь, вот он тебе, премиум класс, сразу уже конфиденциальность, как бы спрашивать, кто владелец этой квартиры, это вообще глупый вопрос будет. Ну вот объясни нам, пожалуйста. Я скажу так, что собственники обычной рабочей профессии. Ну это само собой, это инженеры, правильно? И еще самое интересное, они наверняка тоже из региона. Один из них точно врач. Ну вот, слушай, вот можешь объяснить, вот ты говоришь, здесь суперкрутой сервис, вот что здесь вообще есть, вот давай по пальцам зажмем, вот возвращаемся мы домой. Здесь тебя встречают, здесь тебе улыбаются, ты приходишь, заходишь в подъезд и кайфуешь просто от вот этих огромных потолков, от ремонта, качества ремонта, от того, что люди тебе улыбаются, тебя встречают, желают тебе хорошего дня, открывают перед тобой двери. Если твоя супруга оказалась в такой ситуации, что она там где-то сумочку более-менее тяжелую или там чемоданчик несет, а тебя рядом не оказалось по каким-то объективным причинам, то вот есть мальчики, которые в пиджачках, они подходят, забирают у тебя сумочку и доносят прям буквально до квартирки. Отдельная тема для зарисовки это грузовой лифт. Я делал публикацию в телеграме канала, подпишитесь, кто еще этого не сделал, там много всего интересного бывает. Так вот, здесь люди живут непростые, соответственно, ездить в лифте с посторонними и уж тем более с рабочими, которые еще что-то и несут с собой, нет-нет-нет. Для них всех, для рабочих и кто приезжает по ремонтам отдельно, подземный паркинг и там вот такой грузовой лифт. Говорят, такое бывает и в других жилых комплексах, но я лично это встречаю впервые. Мне Максим говорит, вот сейчас лифт вызовем, откроется дверь и там сидит человек. Я говорю, как, прям в лифте? И действительно приезжает, лифт открывается, там сидит человек, который проверяет у тебя пропуск, выясняет, на какой этаж ты нужен и вместе с тобой доезжает до нужного этажа. Ребята, кто работает с этим ЖК, делают ремонт и так далее, говорят, очередь бывает, по 20 минут ты стоишь для того, чтобы ты мог проехать на этом лифте. Ну вот нажав на стоп-кадр посмотреть, дядька сидит, у него стульчик, столик, термосочек в ногах стоит. Без комментариев, ваше мнение напишите. Если я сейчас захочу, чтобы к нам кто-то в гости пришел, это насколько проблематично человеку себя будет запустить? Тебе нужно пропуск заказать на конкретного человека или самостоятельно спуститься за ним? Ну он, то есть, подняться на этаж сам не сможет, мне нужно будет спускаться и его разбирать. А с доставкой как работает? Доставка работает очень просто. Любой сервис привозит вашу доставку в службу доставки дома. Есть конкретное помещение здесь, в подвале находится, ну то есть на минус первом или там на минус втором этаже. Там у них принимают эту посылку, да, и уже местные службы, местные аккредитованные сотрудники, правильно обученные уже приносят к вам сюда. Короче, ребята, это понимаете, это вот все вокруг нас при этом, мы сейчас сидим, смотрим в окно, вон они там, 5-ти этажки, 9-ти, 12-ти этажки, обычное вот это вот старое советское жилье. И вот посерединке вырос такой жилой комплекс. Берешь в вайтбоксе, вкидываешь свои деньги и ты получается так, что на перспективу, на длительный срок ты получаешь экономию. Да. В тот же момент мы вам показали другую ситуацию, когда ты берешь так же в вайтбоксе, вкидываешь минимальную сумму, делаешь эконом-ремонт, сдаешь в аренду и еще с этого начинаешь уже и получать денег. Отсюда вопрос, раз ты в этот риск пошел, почему бы, например, там не пожить год-два, к примеру, в пятиэтажке, и вот эти 3 миллиона, которые там условно тебе нужно там готовить, вкладывать в эту квартиру, взял бы еще 3-4 квартиры, было бы у тебя 5 объектов. Каким образом бы я взял на 3 миллиона? Ну смотри, там ты потратил 850 тысяч, да-да-да-да. Ну конечно, да. И сделал бы себе, например, 5 квартир, которые тебе там суммарно приносили по 60 тысяч, на 5-300 тысяч. Так точно, я сейчас активно и буду этим заниматься. У меня есть основной вид деятельности, которому я уделяю максимум времени, но есть вот какая-то часть времени, когда, я уже повторюсь, лучше отдых, это смена деятельности, я могу заняться как хобби вот этим. И лишние деньги, которые у меня будут появляться, они будут уходить именно в эту сферу, 100%. Потому что, ну, отработанная понятная схема с понятным прогнозируемым доходом. Есть риски, но они на самом деле минимальны. Приближаясь к логическому завершению, но это еще не конец. Самое время задаться вопросом, а в чем вообще выгода? И нахрена все это нужно? Ну давайте с вами посчитаем на живом примере, где проживает сам Максим. Первый год у него была плата до 100 тысяч рублей. На секундочку, коммуналка в этом жилом комплексе при такой площади, 113 квадратов, это примерно 30-50 тысяч рублей в месяц. Вот за весь тот сервис, плюс еще вот отдельно счетчики. Второй год он будет платить по 170 тысяч, далее будет какая-то индексация, но не выше уровня инфляции официальной. Короче, я для простоты счета беру так, 200 тысяч рублей в среднем за 5 лет. Первый год 11, 170, потом может быть 190, 220, ну я округляю так, 200 тысяч на 5 лет. Умножаем на 60, 12 миллионов рублей. Далее сюда мы плюсуем, ну вот как со слов Максима, 3 миллиона рублей это на ремонт. Итого 15 миллионов рублей будет потрачено на эту квартиру, арендную квартиру за 5 лет. Делим на 60, и мы получаем цифру 250 тысяч рублей в среднем в месяц он будет платить. Можно сказать, это дохрена. Но, ребята, снять квартиру в этом ЖК подобной площади будет стоить сегодня, возможно, с более лучшим ремонтом. В силу того, что тут некоторые ремонты действительно очень дорогие. Но ценник 600 тысяч рублей. Не 250 тысяч, а 600 тысяч рублей. А далее ловкость. От 250 тысяч мы отнимаем 60 тысяч рублей. Потому что Максим примерно так и считает, что ту-то квартиру чужую он сдаёт, 60 тысяч каждый месяц капает. Будет больше капать, соответственно, больше будем отнимать. В дальнейшем, как вы услышали, он планирует заработанные деньги вкладывать дальше-дальше. И вот так найдёт он ещё квартирку, ещё минус 60 тысяч. Ну, логику вы чувствуете. Таким образом, имея дополнительный пассивный доход, он проживает в том ЖК, где ему хочется. Вы можете поспорить с его выбором, сказать, это всё не надо. Нужно было ехать в другое место. Вот куда бы вы поехали, вы можете взять, и вот точно так же калькулятором плюс-минус прикинуть, посмотреть, какая выгода была бы у вас, внимание, на перспективу. Приехал, заселился, 5 лет живёшь, договор подписан. Но здесь возникает вопрос. «Макс, а нахрена тебе надо тратить такие деньги во всё чужое, когда через 5 лет у тебя своего ничего не будет?» Давайте послушаем ответ. Смотрите, я понимаю, этот вопрос мне задают очень многие и близкие, и родственники, и друзья. Хотя есть такой момент. Мне сейчас пойти в сторону, отойти, снять штаны и где-то надыбать первоначальный взнос 50%? Ну или даже вот обратимся год-два назад, и откуда этот первоначальный взнос взять? Ну да, я мог экономить, мог не видеть жизни, вот откладывать по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Цены бы всё равно росли, у меня бы всё равно инфляция повышалась, у меня бы всё равно оставалось какой-то кусок денег. И вот влезать в ипотеку, платить какие-то космические проценты, отдавать дяде, и думать, что ты живёшь в собственной квартире, это вот этот самый обман, мне лично непонятен. Если посмотреть, по какие проценты сейчас люди берут деньги, даже под 15%, когда брали ипотеку. Сейчас на секунду, давай актуальные цифры, сейчас средняя ставка по ипотеке 22, которую банки называют средняя. Я лично знаю людей, которые взяли под 30%. Вот, а так есть и 30, и там ничего только не придумаешь. И посчитайте, сколько вы будете отдавать денег только процентов, да, вот только процентов. Посмотрите в год, разделите это на 12, и посмотрите, может быть, имеет смысл снимать квартиру за 50 тысяч рублей, а не 60 отдавать за проценты только. Квартира не будет вашей являться. Если вы заболели, у вас какая-то проблема началась, вы не можете платить, у вас эту квартиру заберут. А проценты, которые вы гасили, вам эти деньги никто не вернет. Вот этот самый обман, мне лично непонятен. У меня нет возможности прямо сейчас вынуть и выложить, и купить квартиру. Поэтому выживаю как могу, так скажем. Слушай, ну с другой стороны, ты знаешь, как вот люди некоторые просят, там, сними ролик сам с мотивацией. Вот пожив в таком же реле, вот иногда так задумывался, думаю, может быть мне тоже снять по соседству у тебя, ЖК, квартирочку такую взять, пожить. Окей. Но потом отсюда переезжать в свое, ну пусть там трех, двушку, в обычном доме, ты уже туда не зайдешь. Ребята, я все-таки вам скажу, что касается аренды, всегда смотрите. У вас у всех есть опыт цен, да, исторический опыт цен. На момент, как заключение договора, там, что в Сити Бэй, что здесь, всем людям казалось, что это высокая какая-то ставка. Потому что в Сити Бэй, когда мы подписывали договор, и я даже думал, что, ну, возможно, я ее сдам, если понадобится срочно, за 80. Типа, ну, даже двадцатка, пускай она мне капает. Потом все равно вырастет аренда. Но по факту, спустя, там, полгода, вот, кардинальным образом ситуация изменилась. Я выставил поверху рынка, и она у меня отлетела сразу. Вот сразу. Поэтому вы проанализируйте, вспомните, сколько стоило в прошлом году, что, сколько оно стоит сейчас. Возьмите пятилетней давности вопрос, и вот спросите, сколько. И вот вы поймете, что на самом деле деньги, которые у нас есть на руках, это настолько пустота и ничего, что на них сидеть, а они только исчезают. Вот ты вроде пачку денег положил под себя, сел на нее, а вот через год у тебя там вроде высота та же, да? Купить можно бутылку. Проседает, короче, да. С такой пачкой пришел, раньше можно было купить три, а теперь одну. Да, 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 да. Поэтому жалеть их и сидеть на них, ну, никакого вообще смысла я не вижу. А вот теперь мы с вами подошли к логическому завершению. Я считаю, что выпуск получился действительно актуальным и полезным. Где жить всем тем, кто не может купить себе самостоятельно жилье? Как быть тем, кто видит цены на аренду квартиры и охреневает с них? Ну вот, придется, возможно, потрудиться. Подобного жилья сейчас в бетоне, когда люди получают ключики, полным-полно и не знают, что с ним сделать. Продать они его никому не могут, сдать они его не могут, потому что не хотят за свой счет делать ремонт. А вот по низкой цене в бетоне, ну, по договору сдать можно. Повторюсь, это не рекомендация к действию, это информация для размышления. Ваше мнение я, естественно, жду в комментариях. Всех вас я жду на всех площадках. Подписывайтесь, подписывайтесь на Телеграм. Все спонсоры выпуска ждут вас в описании. Не добавить, не убавить. В следующее воскресенье мы с вами едем куда? Те, кто подписан на Телеграм, знают. До новых встреч, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok